Привет друзья! Сегодня короткое, но очень полезное видео по дефектам 3D печати, а именно горизонтальные полосы на модели. С таким дефектом я столкнулся на Tronce XY2 Pro, который я тестирую сейчас. При этом я проверил все варианты, которые только могли и которые мне рекомендовали на форумах. Настроил натяжение ремней по оси Y и по оси X. В моем же случае горизонтальные полосы были по всему контуру модели, с определенным интервалом, с определенной толщиной. То есть ремни здесь совершенно ни при чем. Дальше я проверил полностью механику. Ролики OpenBills, каретки, все это настроил, перенастроил, можно сказать, по второму кругу. На следующем этапе я проверил работу оси Z, вот таким вот часовым индикатором. И он показал максимально точные результаты перемещения, поэтому здесь тоже проблем никаких нет. Вот к примеру на тестовой модели, который печатал в режиме вазы пластиком PG красного цвета, уже нельзя будет списать именно на откаты, потому что режим вазы печатается без откатов. И очень хорошо наглядно видны эти полосы. Раз, два, три, четыре. И потом проходит определенный интервал и снова четыре полосы. И вот с таким вот интервалом по всей модели. А вот на этой тестовой модели такой полосистости нет. Очень гладенькая, достаточно неплохая поверхность для такого бюджетного принтера. Вот к примеру на калибровочном кубе эта волнистость тоже присутствует с определенным интервалом. А вот на этой модели поверхность очень гладкая, видите, практически зеркальная и очень даже неплохая. Естественно, друзья, у вас возник вопрос, как же я получил вот такую вот красивую модель? Проблема горизонтальных полос возникла не из-за ремней, не из-за Т8 винта, то есть не из-за механики. В процессе печати обратите внимание на температурные параметры, именно хот-энда. Если будет температура скакать в пределах там 10-15 градусов, то естественно температура плавления филамента будет меняться и он будет укладываться неравномерно. И соответственно на модели будут присутствовать горизонтальные полосы. Если вы заметили, что у вас температура скачет, вам естественно нужно откалибровать ПИДы. В моем случае калибровка ПИД мне не помогла. Для мониторинга температур зачастую используют два типа термодатчиков. Например вот такой вот 3 мм, то есть диаметр здесь 3 мм, длинный такой шток и круглый стеклянный диаметром 1.75, который вставляется в соответствующее отверстие в нагревательном блоке. Это штатный хот-энд Tronso XY2 Pro. Сюда 3 мм датчик естественно не войдет, так как отверстие маленькое. Он рассчитан именно под стеклянный термодатчик, но обратите внимание насколько отверстие больше чем сам датчик. То есть оно внутри просто болтается и соответственно такой датчик там не будет эффективно работать. И вот поэтому температуры у меня и колебались в принтере и калибровка ПИД здесь особо-то не помогла бы. То есть это просто механическая проблема, которую нужно исправить. Вариантов решения немного. Первое это просто просверлить отверстие диаметром 1.8 мм под вот такой вот датчик, где-то рядышком и вставить. И тогда мы будем получать максимально точную информацию. А можно заменить этот нагревательный блок на точно такой же, но с отверстием более правильным. Что я в принципе и сделал. Я взял нагревательный блок от Ender A3. Кстати там отверстие тоже не слишком маленькое, в районе двух миллиметров. И вот я запустил очередной калибровочный куб пластик PG красного цвета. Обратите внимание на температуру 235 градусов. Она стабильно работает, без колебаний. И как видите друзья, калибровка ПИД здесь совершенно не нужна была. И проблема не в механике. А на этом, друзья, с вами прощаюсь. Скоро выйдет полный обзор Tronsix Y2 Pro. Так что следите за новостями. Пока-пока.